Продолжение следует... Я хочу показать их, рассказать об основных принципах универсального дизайна, ну и потом мы перейдем к практическим частям. Безбарьевная среда, инклюзивный дизайн и универсальный дизайн — термины не новые. Британские ученые обнаружили, что дизайн для среднестатистического человека не работает, потому что среднестатистических людей в принципе не существует. Поэтому сейчас в инклюзивной архитектуре такая тенденция есть — делать дизайн до крайностей. Design to the edges. Семь принципов универсального дизайна. Во-первых, это равенство в использовании. Подразумевает использование пространства всеми без исключения членами общества, людьми с разными физическими возможностями. Во-вторых, это гибкость в использовании. Должны учитываться особенности и предпочтения потребителей. Например, левшей и правшей людей с разной скоростью реакции. Дизайн должен быть простым и интуитивно понятным. Всякий человек, независимо от опыта, уровня образования, знания языка, способности сконцентрировать внимание, должен понимать, как использовать пространство. Архитектор должен заранее продумать работающие подсказки и схемы. В-четвертых, это должна быть информация, которую легко воспринимать. Полезная информация должна быть доступной и по-разному представляться. Визуально, тактильно и вербально. Например, интервьюционные стенды должны быть тактильными. С голосовой подачей информации для слабовидящих людей. Приложения для телефона могут существовать, которые объясняют, как пользоваться пространством. В-пятых, это допустимость ошибки. Человек совершает ошибки, это абсолютно нормально. Архитектор должен это учесть и сделать так, чтобы ошибка была безболезненной, чтобы она обошлась как можно меньшими потерями. Например, для слабовидящего человека может быть проблема дерева в парке. Можно те деревья, которые прямо возле дорожки, обнести небольшим ограждением. И уже будет легче пользоваться их пространством. Нужно обязательно обеспечить доступ к востребованным элементам. То есть, если мы говорим о здании, это, например, туалет. Такая вроде бы простая вещь, но так редко это учитывают. Не во всех зданиях есть туалет, даже на первом этаже, не говоря уже о том, чтобы оборудовать его для людей с ограниченными возможностями, которые пользуются коляской. Обязательно нужно предупреждать опасные последствия при поломках и технических каких-то неисправностях при пользовании пространством. Например, противоударные двери. Их специально делают крепче, чтобы они не нанесли никаких травм пользователям. И нужно информировать о возможных опасных и ошибочных ситуациях. Например, знаете, бывает край лестницы, и её очень хорошо видно. Можно нанести какую-то яркую полоску, и будет видно каждую ступеньку. Уже станет легче и приятнее пользоваться пространством. И шестое. Шестой принцип — это низкое физическое усилие. Использование всех элементов среды должно быть эффективным и удобным. Применяться без особого усилия. Для этого надо сделать так, чтобы человеку было удобно. Чтобы его расположение в пространстве было удобным. Чтобы нужно было применять как можно меньше силы. Речь сейчас не только о тяжёлых дверях, но о подъёмах каких-то жутких. Просто в прошлый раз мы с Камилой были на мероприятии, на котором было много людей с ограниченными возможностями. И они рассказывали про свои боли, про то, как трудно бывает просто подняться по лестнице. На самом деле наворачивались слёзы, потому что это учесть не так-то сложно. Не так сложно. Просто нужно подумать об этом заранее. И если учесть все эти принципы при проектировании, то можно создать среду, в которой комфортно будут себя ощущать все. Ещё не сказала, что места должно хватать не только для одного человека в проходе, в проезде, в повороте, но и, например, если речь идёт о доступности среды для людей, которые пользуются коляской, чтобы для его помощника тоже было достаточно места. И так, сурбежный опыт. Как это уже сделали? Вот фотографии общественного пространства в Барселоне. Это что-то типа, знаете, нашей армы, артплея. Наверняка бывали. Как вам, кстати? Артплея, арма. Арма хорошая. Знаете, как сделали? Да, очень хорошо. Ну, и всё на этом уровне максимально. Ну, конечно, есть претензии. В некоторых местах есть очень длинные, большие лестницы с таким маленьким полётом. Вот и так всё пространство, но максимально удобно. Артплей не нравится? Артплей не очень. Ну, артплей не особо. Вот арма и хлебцевод, мне кажется, это два таких. Безручные. Неплохие. Ну, там очень такая разная атмосфера, такое ощущение, что арма такая вырезанная, прям только созданная. А артплей там, вот там жизнь, да. Ну, приходишь и чувствуешь. Но чтобы пройти туда, иногда надо перешагнуть. Да, но это уже совсем другая история. Кому-то перешагнуть, а кому-то нужно поднять свою коляску, взлететь и... А кому-то просто не прийти. Да, да, да. Кто-то просто не придёт, скорее всего. Вот с этим пространством такая история. Сделали широкую пешеходную зону, велодорожки, разметку, газоны вровень с дорожным покрытием, которые, кстати, не асфальт. Входы вровень с землёй. Все. Есть места для отдыха. Да, конечно. Мы только начали. Успели поговорить о семи принципах универсального дизайна. Я могу вам их потом скидывать в Телеграме. Да, я бы узнала. Сейчас обсуждаем зарубежный область. Начали говорить про общественное пространство в Барселоне, в котором все входы вровень с землёй. И есть места для отдыха, растения, рвать сужина. Есть такая важная особенность. Если в случае с нашим, например, арт-плеем, это была какая-то инициатива, когда инвестор сделал вложения и потом потихоньку распродавал это всё на кусочки под нужды бизнеса. То есть изначально придумал концепцию и навязал её городу. То в Барселоне сделали по-другому. Они приспособили пространство так, чтобы им было удобно пользоваться. То есть разровняли тротуары, сделали всё в один уровень, высадили растения, поставили какие-то базовые вещи вроде лавочек. И потом туда пришли люди. Стали там гулять, осваивать это пространство, чувствовать его своим, постепенно привыкать, что в их районе есть такой парк для прогулок. И постепенно там будет появляться бизнес. Но этот бизнес должны будут принимать горожане. То есть это проводится голосование открытое. Например, по-моему, какой-то фонд печатный изъявил желание в одном из зданий вот этого райончика, вот этого лофта, расположиться. Вот в интернет выставили голосование, можете увидеть. Горожане проголосуют и решат, оставлять или не оставлять этот бизнес у себя. Да, это был пример, как можно реконструировать пространство, которое строилось совсем для других нужд. И адаптировать его для как можно большего числа людей. Так, вот еще фотография. Видите, какие плавные переходы, переезды. Никаких пандусов, но все удобно. Это я показываю, что входы бронют землей. А это Канадский музей прав человека. Может быть, выглядит чудаковато, но в этом музее километр удобных пандусов, которые поднимаются по спирали вверх. Внутри как заезжаешь, и так и продолжается этот пантус бесконечно. Огромное открытое пространство, где каждый себя будет чувствовать свободно. Указатели контрастные, тактильные, голосовые. В каждую точку музея есть доступ. В каждую. Серьезно. Много естественного света. Красиво. Ну, по-моему, очень красиво. Не знаю, сейчас покажу вам картинки. Видите, как эти пантусы выглядят? Вот пространство внутри. Хотела все-таки еще поговорить про музеи. Есть и у нас музеи, которые заботятся о том, чтобы сделать пространство более инклюзивным. Например, еврейский музей. Были? Да. Как вам? Я же только на пульсе, действительно. Удобно пользоваться, заходить, выходить. В мероприятиях проводятся. Да, но там все-таки есть точки, в которые не попасть, к сожалению. Ну, например, там есть те, которые можно только по лестнице дойти. И не очень понятно, как. Буквально далече был день, а когда двери. Я не была лично, но... А у них каждый месяц. Так что еще можно успеть. Ну, все-таки, да, достаточно яркий контраст с акварицем. Да, согласна. В принципе, музей хороший. Но вот здесь просто, когда здания строились с нуля, понятно, что еврейский музей наш, они уже адаптировали существующее, им было сложнее. А здесь, когда строились с нуля, и у них была концепция, вот, людей прав человека, концепция толерантности и учета всех интересов, здорово, когда это тоже в новой архитектуре. Вот прям душа радуется. А как вам другие музеи в Москве? Как вы считаете, они подходят вообще для использования всеми? Просто, например, много, особенно много жалоб на Пушкинский, потому что там заходишь и лестницы и все. Да, да, все время лестницы. Как вы думаете, можно как-то, что сделать вообще в ситуации? Можно спросить, например, человека из Франции, можно спросить его мнение. Вчера был... Вместе с вами, наверное, пояснили. Как мы. Что-то похожее. Ну, хорошо. Радо, что вам понравилось. Это сфальчевский. Да, при контроле с дефектурой, это было очень смело. Значит, что-то похожее. Да, на это мы видим, наверное, в проекционе английского. Ну, хорошо. Можем поговорить еще о таких довольно тоже проблемных в России пространствах, как больница. Вот. Когда их строят с нуля и тоже учитывают то, что пространством будут пользоваться все, то получаются вот такие решения. Норвежская больница Святого Олова. Больница, когда проводила конкурс, написала, что хочет видеть новое здание, выполненное с учетом принципов аниверсального дизайна, о которых мы вначале поговорили. За основу архитектора взяли опыт пользователей больницы. У них там есть такое сообщество. И они все время с ним коммуницировали архитектурное бюро, которое работа устроила. Спрашивали их мнения, как им это решение. Если они не принимали, то архитекторы так не делали. Они внимательно изучили, как среда физически и ментально влияет на здоровье. И главной целью поставили сделать приятное гостеприимное пространство из больницы. При разработке проекта они пользовались помощью пациентов и их семей. Получился такой медицинский квартал с парком. Изменения коснулись не только перестройки здания, потому что теперь пациентам давали больше информации, больше возможностей принимать решения. Выделили три главных запроса. Это личное пространство. Актуально, да, лежали больницы? Персонал, который можно всегда видеть и всегда можно позвать. И доступность пространства. В архитектуре это обыграли так. Вокруг рабочего места медсестры расположено 8 одноместных палат. Медсестра видит пациентов, они видят её. В итоге пациенты лучше спят, а медсестре удобно за всеми наблюдать. Здесь вот такая достаточно прозрачная дверь. Неплохо поработали и с больничным парком. Вот, собственно, так внутри выглядит вся эта история. Видите, даже эксплуатируемая кровля. Я такого в больницах не видела. А вот парк. Растение для парка выбирала норвежская ассоциация астмы и аллергии. Есть важный момент, что многие пациенты в этой больнице восстанавливаются после перенесённых травм. Им нужна не только доступная среда, в которой всё удобно, но и место, где они бы безопасно тренировались приобревать естественные препятствия, которые предстоят при выходе из стен больницы. И для них сделали несколько каменных тропинок. Видите, как раз парень по ним катится сейчас. Больница рассчитана на 10 тысяч пациентов. По-моему, это достижение. Целый городок получился. Как на ваш взгляд, есть в Москве удобные больницы? Цена 10 тысяч пациентов. Сколько можно метеостёр, чтобы она сидела в центре восьми по вакцам? Да. Это же не возникает какой-то хаоса при... Асс? Не возникает хаоса при таком объёме, по-моему? Нет, это несколько зданий. Целый квартал. То есть там парк. Все, естественно. Да, да, да. Есть главное здание, у которого практически полностью прозрачен первый этаж. И видно все здания вокруг. Вот то есть как-то вот очень открыто всё. Очень хорошо. Не знаю, может быть, мне кажется, хорошо. Может быть. Какие-то, знаете, хорошие больницы в Москве? Не, ну, главным образом частные клиники. Они тут порезентируют на регрессии государственной медицины. И там обычно всё из иголочки. Конечно, если ты найдёшь среди-эстетическую больницу, то что инфраструктура, что врачи, всё в комплексе, в общем, достаточно бывает. Жаль, это жаль, да. Ну, согласна. Всё-таки мне даже... Я искала примеры, мне нечего привезти из московских каких-то реальных. Обычно это максимум какой-то патус. Я хотела пример привезти. У меня мама достаточно тяжело болеет. У неё почечная недостаточность. И она должна ходить на процедуру из костной бошки, хемодиализ три раза в неделю. И это очень тлетворно отразилось на её психическом здоровье, на её благосостоянии, потому что она всё время об этом говорит. Какая-то жуткая... Ну, понятно, что это физиологически тяжело, но и при этом сам антураж, отношение к пациентам, оно достаточно... И в какой-то момент она даже хотела бросить лечение, хотя это лечение императивное, и его нельзя бросить, просто потому что и уйти в какую-то альтернативную медицину, просто потому что было очень тяжело взаимодействовать со всей этой структурой и с отечественным взрывоохранением. Мне кажется, что это довольно частый пример, что люди настолько разочарованы, и настолько вместо того, чтобы наладить такой конструктивный диалог с врачами, люди чувствуют себя... Ну, в общем, они пришли за помощью, а получают что-то совсем другое. В общем, человек получает бюрократический ад или недостаток внимания. Или хамство, откровенно. Да-да-да. Чего, мне кажется, очень много. И бегут клевать на удочку мошенников. Я думаю, что по архитектурным средствам тоже стоит с этим бороться, как минимум потому, что... Ну, не знаю, вы сталкивались или не сталкивались, особенно архитекторами присутствующих. Когда смотришь на интерьер и говоришь, ой, да это больничка. Это такое, как сказать, что-то отвратительное, такое неприятное, куда не хочется попадать. Вот. И хочется, чтобы больница, это было такое какое-то вот цветное пространство, интересное, мягкое, разное по фактурам, чтобы оно не было таким скучным. Может быть, и врачам стало комфортнее работать, и они бы как-то помягче общались с пациентами. Вот. Пациентам было бы полегче туда приходить. Надо подумать. А вот школа для детей с нарушениями слуха в Шотландии. Здание на 90-120 человек. Планов не нашла, но школа строилась совместно для усилий ученых, которые занимаются звуком. Учеников, учителей и архитекторов специально под процесс обучения, который должен происходить в стенах. Крыло для начальной школы соединяется с крылом средней школы. И в центре расположены спортзал, бассейн, столовая, библиотека и арт-класс. Каждый класс на 6 человек оборудован специальными акустическими системами и интерактивной доской. С детьми работают учителя, речевые и языковые специалисты, физиотерапевт, специалист по профориентации. И под все это здание приспособлено. Вот видите, снаружи выглядит какой-то гараж, да? Но на самом деле все заточено под внутренние процессы. Все блоками людей, как у них происходит процесс обучения, так все и быстрее. Опять же, знаете, этот прием с прозрачным первым этажом, когда ты видишь все, что происходит во мне. Мне кажется, приятно в этом находиться. Есть еще такая программа. Знаете, у нас доступная Москва, а есть вот доступный как праведонарение. Подсказываете? Сиды, да? Сиды, да? Ну, Сиды, да, Сиды. Наверное, Сиды. Вот. Так вот, доступный Сиды реализуется как? У них в интернете, в общем доступе, очень красивая инфографика. И сделано прям отдельные кусочки, как такой носитель нужно выполнить. Вот прям все до миллиметра, все прописано, все макеты доступны, можно все посмотреть. То есть, как вот наши такие скучные снипы, только написано хорошим языком, так что даже мне иностранцу очень понятно о чем-то. И приятно смотреть. Хочется, чтобы наши снипы тоже так адаптировали. То, что я вам скажу. И не могу не коснуться еще такого важного вопроса, как безопасная среда. Потому что многим сейчас в Москве на окраинах живущим, в том числе и мне, страшно возвращаться вечером домой. Ну, страшно. Кажется, там много... Не на окраинах то же самое. Да, не на окраинах то же самое. Я живу на Алексеевской. Я хочу сказать, что после 11-ти как бы во дворы уже не хочется идти, мягко говоря. Да, так вот, на самом деле, не стоит с этим смиряться. Вообще со всеми проблемами, которые существуют в пространстве, я считаю, не стоит мириться. Нужно их замечать, нужно их носить в инфополе, обсуждать. И доступная среда — это то, что не должно... не должно переставать быть проблемой. Иначе на его решение не будут никакие силы тратиться. Например, если вы видите, что человеку тяжело с пандусом, вы, конечно, ему помогите на этот пандус забраться, предложите помощь. Во всяком случае. Помогите, но постарайтесь сфотографировать этот пандус, написать, что он неудобен для использования. Может быть, даже на самом пандусе напишите. Очень плохо сделан пандус. Что бы лучше сделать? Нужно сделать вот так. А для этого нужно знать, как нужно сделать. Если вам нужна какая-то дополнительная информация, я с удовольствием поделюсь, с чем можно начать. А так, Стрелка ведёт хорошие мастер-классы на эту тему. Сейчас существует огромное количество литературы на русском, на английском языке. Тоже готовы поделиться. Пишите. И рада, что вы с вами познакомились. Надеюсь, что мы сейчас сможем на основе вот этих вот каких-то вещей, которые вы посмотрели, что-то с вами сотворить. Интересно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ СТИР Продолжение следует...